Всем привет, друзья! Вы на канале Finch Shop. Полезный и не очень. Сегодня распакуем и познакомимся с довольно интересными наушниками от компании Fifine. Модель H9. Это ультимативное решение, которое можно использовать для гейминга на любых устройствах. Будь то ПК, консоли, да даже на смартфоне можно играть при желании. Fifine довольно неплохо себе зарегистрировала в производстве недорогих качественных микрофонов. У меня лично основной микрофон Fifine K670 и он меня более чем устраивает. Возникла необходимость приобрести наушники с качественным микрофоном. И вот побродив по просторам Алиэкспресса, приглянулись они мне. Стоят довольно недорого, да и фирма проверенная. Давайте знакомиться с ними. Лайк, подписка на канал за старания и погнали! Поставляются наушники фиолетовой синей коробки с изображением самих наушников и кратких характеристик. Внутри нас встречает немного макулатуры, краткое руководство на английском языке, коробка с пультом, он же микшер, который отвечает за удобство пользования наушниками, плюс съемный микрофон и это большой плюс. Ну и непосредственно сами наушники Fifine H9. В целом комплект довольно простой и лаконичный, без излишеств. Наушники полноразмерные, с очень удобными амбушюрами. Душка выполнена из эко кожи и прошита аккуратной строчкой. Соединительные элементы металлические, имеют довольно широкий радиус регулировки. У меня голова не самая маленькая, но они сидят на мне как литые, даже по умолчанию. Так что думаю подойдут для всех, даже для самых большеголовых. Чашки заботливо пронумерованы буквами L и R. Они соединены с дужкой оголовья двумя небольшими тоненькими шнурками, которые аккуратно разместились рядом. Чашки сделаны из приятного soft-touch пластика, со смайликами, на которых совершенно не остаются отпечатки пальцев. Сами амбушюры выполнены из мягкого материала. Уши в них сидят довольно комфортно. И даже после трехчасового сеанса второго аватара, не намека на усталость. И что меня приятно удивило, уши в них совершенно не потерят. А это очень важно для геймерской гарнитуры. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, Подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал, там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от Алиэкспресс по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Снизу на левой раковине разместился разъем для подключения микрофона и 3,5 мм шнур. Длина его составила 1 метр. Шнур сам качественный и выполнен из тканевой оплетки. Думаю, прослужит он довольно долго. Такая небольшая длина обусловлена подключением к портативным устройствам, гейпадам и смартфонам, чтобы лишний провод не болтался и не мешал своим присутствием. Для подключения к ПК используется дополнительный шнур с микшером. Длина его составила 2 метра. Итого имеем в совокупности 3 метра качественного шнура. Я думаю, всем хватит с избытком. Подключение к ПК осуществляется через USB. Звуковая карта встроена в этот самый пульт, который, кстати, выполнен из практичного матового пластика, на котором не остаются отпечатки пальцев, что радует. Сам пульт довольно тоненький, с 5 клавишами, которыми можно регулировать как громкость наушников, так и чувствительность микрофона. По центру расположилась круглая кнопка с включением эмуляции звука 7.1. Также стоит отметить боковую кнопку включения и выключения микрофона и тыльную прищепку для удобного зацепка. Переходим к звуку. Здесь они меня приятно удивили. Звук чистый и невероятно детализированный. Шаги, шорохи, огромное количество разных неприметных ранее звуков слышно в этой гарнитуре. Как раз для гейминга это идеальный выбор. Кино в них тоже очень комфортно просматривать, но вот в музыке немного не хватает глубины. Возможно, это мое личное восприятие. В целом, звуком я более чем доволен. Переходим к микрофону. Он здесь не ударил лицом в грязь. Все-таки фирма Fifine умеет делать качественные и дорогие микрофоны. В этом я убедился в очередной раз. Размером он 12 метров, выполнен из гибкого металла. А главное он съемный. А это невероятно упрощает экспириенс с гарнитурой. Качество записываемого звука на неплохом уровне. Собеседник слышит вас четко, без посторонних шумов. Но звука не хватает глубины, бархатистости что ли. Я уже упоминал, что мой основной микрофон Fifine K670. Давайте я вам продемонстрирую, как записывается звук на микрофон наших наушников. При подключении к ПК, у меня Windows 10, наушники автоматически настраиваются. И никаких дополнительных телодвижений с драйверами делать не нужно. Максимальное разрешение 16 бит на 48 тысяч герц. Могло бы быть конечно и выше, но за такие деньги грех жаловаться. Хочу еще упомянуть и о эмуляции звука 7.1. Так называемого объемного звучания. Эта функция мне не особо понравилась. Разве что в фильмах создает эффект небольшого погружения. Но все же наушникам не хватает глубины для полноценного раскрытия данного режима. Подводя итоги, скажу, что наушники Fifine AmpliGame H9 стоят всех своих денег до копейки. Это хорошее сочетание цены и качества. К сильным сторонам отнесу отличный детализированный звук, который идеально подходит для гейминга. Практичные материалы корпуса, без RGB подсветки, для меня это плюс. Ну и конечно же съемный качественный микрофон, который пишет превосходный звук на уровне. Если вы не заметили, я до сих пор пишу звук с микрофона данных наушников. А для меня это самый главный аспект. Минусы тоже есть. Качество звука могло быть и выше. Все-таки звуку не хватает глубины и породистости. Использовать данные наушники для прослушивания музыкальной композиции я бы не стал. Так что если вы аудиофил, эти наушники не для вас. Но с другой стороны, они не претендуют на это. Все-таки это геймерская гарнитура. А с этой задачей они справляются на все 100. Если видео понравилось, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментариях свой опыт о данной гарнитуре. Залетайте на мой Яндекс.Зен и Телеграм канал. Там я публикую огромное количество новостей и самые низкие цены на множество товаров с Алиэкспресс. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok